Стартовый капитал на дожде 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 Старший менеджер по работе с клиентами Клемент Коммуникейшнс в США Михаил Дайхин, Бизнес Ангел Партнер Бизнес Синерджи Консалтинг Первое. Говорите как можно проще Венчурные капиталисты любят технологии, но они не очень терпеливы Они хотят скорее узнать самую суть И второе. Заострите внимание на преимуществах для конечного пользователя Для нас технологии могут быть роскошными, крутыми, интересными, но венчурным капиталистам нужно знать, как они могут сэкономить или заработать Венчурные капиталисты, конечно, хотят знать, кто целевая аудитория Только ли это журналы? Или вы планируете расширяться? Изначально мы хотели разрабатывать саму платформу для предоставления услуги дополненной реальности А в дальнейшем, естественно, клиентов будет больше расширения Потому что все будут узнавать, что вот так вот делать можно И раз это можно делать, у них будут новые идеи, новые кейсы Венчурные компании также всегда интересуют модель заработка Основное внимание преимуществом С другой стороны, фокусируйтесь на рекламодателях Думайте о ваших потенциальных клиентах Стартовый капитал на дожде Ну что, Павел, ваши две минуты пошли? Добрый день, меня зовут Рубенко Павел Я представляю проект Air2Media Это платформа и ряд сервисов базирующей технологии дополненной реальности Дополненная реальность – это технология, позволяющая смартфонам и персональным компьютерам Через камеру распознавать специальные маркеры и видеть человеку виртуальные объекты в реальном мире Так, как если бы они существовали по-настоящему В настоящий момент в качестве маркеров используются либо специальные символы, либо QR-коды Наша платформа Air2Life предоставляет возможность распознавать реальные изображения И выводить пользователям в мобильные их приложения виртуальный дополнительный контент Платформа – это масштабируемое решение Которое в дальнейшем позволит создавать целый ряд услуг и сервисов, базирующихся на технологии дополненной реальности Первый из которых – это проект Air2Media Проект, предназначенный для демонстрации мультимедийного контента на страницах печатных СМИ и оффлайн-рекламе Как показывает ролик На данный момент мы разработали прототип для персонального компьютера И занимаемся его оптимизацией функциональной Разрабатываем ТЗ для переноса на мобильную платформу Начали встречаться с фактически покупателями, потенциальными потребителями Почему мы начали с печатных СМИ? Потому что они имеют довольно широкий охват аудитории Читатели уже готовы потенциально для того, чтобы просматривать дополнительный контент через мобильные технологии Кройте через мобильные платформы Наш сервис будет полезен для СМИ, так как они сильно конкурируют с онлайном Они производят много цифрового контента, но, к сожалению, очень слабо его монетизируют В то же время мы хотим предоставить измеряемый эффективный инструмент удержания и привлечения аудитории для печатных изданий В принципе, это также дополнительный переток денег от рекламодателей Дополнительная реальность – это технологии будущего присоединяйтесь Большое вам спасибо за замечательную презентацию Спасибо Стартовый капитал на дожде А я приглашаю Алексея Низовских Алексей, ваша очередь Здравствуйте, Алексей Здравствуйте Я так понимаю, вы тоже зря времени теряли И у вас тоже есть что показать Да, мы также работали с бизнес-ангелом Ну, давайте посмотрим на экран Алексей Низовских, 33 года Образование медицинское Проект «Чойстер», город Москва Константин Заславский, 34 года По образованию физико-географ-эколог Проект «Чойстер», город Москва Мария Шевцова, бизнес-ангел Партнер венчурного фонда «Диджитал Медиа Партнерс» То есть, фактически, у нас два пути, которые мы планируем смотреть на рынок Это масс-маркет с премиум-моделью И B2B-маркет с моделью, в принципе, подписка, продажа дополнительных модулей и так далее Может быть, доработка А объем инвестиций? Вообще, мы планируем обойти с двумя раундами Это суммарный объем около 3-3,5 миллионов Первое, меня пугает глобальность Понимаю, это хорошо, с одной стороны, да? С другой стороны, когда в первый раз слышишь Мы сейчас вот тут все наложим Я лично понимаю, хорошо разбираюсь в эти глубоко Я понимаю, что это, ну, несколько долгих лет ошибок и смены стратегии И второе, что случается, когда я вижу тут же две модели Я бы говорила бы кусками с точки зрения стратегии Я бы говорила бы кусками с точки зрения монетизации Что положено там на первый раунд Мы рассчитываем закрыть вот эту нишу Монетизировать ее вот так вот Потому что мы верим, что кастер-употребительский рынок будет расти Вот эти вот такие вот такие вот А рынок B2B скорее всего будет расти Потому что когда-нибудь умрет все-таки Монополия 1С И те или иные продукты будут нужны Мы к этому времени доработаем софт Который мы обработаем на частном ходе Потому что нам позволят лучше, больше экспертиз Уже идти в B2B И тут рынок откроется еще миллионов на сорок Все, я не вижу вот этих вот таких Коинтов, да, дорогих мокапов Их вот в трех-четыре просто давать нельзя Потому что нельзя, потому что что-нибудь будет дальше Да-да-да-да Стартовый капитал на дожде Вы готовы теперь лично впечатлить инвестора И превзойти предыдущего конкурсанта? Конечно Ну что, давайте две минуты Итак, я представляю проект Чойстер Чойстер – это система для поиска информации Которая умеет анализировать результаты поиска То есть полученные данные Тем самым облегчая проблему выбора Как известно, значит, проблема поиска в интернете уже решена По большому счету поисковиками И если вы ищете что-то простое Например, адрес кафе То вы его находите буквально в первой же ссылке Но если вам нужно найти что-то более сложное Например, вы ищете дом, вы подбираете дачу Вы ищете что-то для учебы Вы делаете маркетинговые исследования По тому или иному сегменту рынка Вам нужно осуществить много действий Просто вручную Вы заходите на сайт Находите там эту информацию И дальше сводите ее в какую-то таблицу Или в какой-то там Записываете на бумажках Используете разные инструменты Все это занимает время Если вы хотите повторно произвести то же самое Вам нужно потратить ровно столько же времени Чтобы зайти на те же сайты И найти там дополнительную информацию Или ее обновление Чойстер нацелен на то, чтобы автоматизировать этот процесс Чойстер умеет собирать информацию из разных источников Агрегировать ее в одном месте И позволяет сравнивать Как, например, показано на этом скриншоте Представляя данные в виде таблицы Или добавляя различные данные Например, геоданные и накладывая это на карту Также чойстер позволяет подписываться на обновление этих данных Как раз сокращая время на постоянный поиск И обновление вашей таблицы Что касается рынок Он поистину огромен И мы оцениваем его, исходя из количества поисковых запросов Где-то порядка 130 миллиардов запросов в месяц Около 10% этих запросов требуют дальнейшего анализа Таким образом, минимальные оценки рынка Где-то порядка 7 миллиардов долларов в год Мы выходим на рынок B2C То есть на масс-маркет С моделью Freemium Базовая версия бесплатная И дополнительные возможности за деньги А через какое-то время Порядка года, может быть полутора Мы подключим дополнительные предложения Для бизнесов То есть в сегменте B2B Позволяя компаниям проводить маркетинговые исследования Того или иного сегмента рынка Спасибо Спасибо большое, Алексей Стартовый капитал на дожде Максим, мы видели два очень интересных проекта И, в общем, вам слово Что вы про них думаете? Это редкий случай Но я тоже считаю, что оба проекта Имеет смысл реализовывать Потому что гораздо чаще Мне приходится говорить нет На идеи, которые мне приносят Первый проект В каком-то смысле гораздо более инновационен С точки зрения изменения привычек людей С точки зрения этим И этим, на мой взгляд, он очень рискован И надо посмотреть, насколько люди в России Научились использовать QR-коды В большом количестве стран мира Прежде всего, в Японии Это пользуется большой популярностью И поэтому я считаю, что развитие этой темы Имеет будущее Ну а так а второй проект Вот с поиском? С поиском Это интересная задачка Совершенно очевидно, что Людям нужен структурированный поиск И программы, которые Не только Google, но и программы, которые Ищут специальные программы Которые ищут квартиры Недвижимость Или программы, которые ищут лучший выбор По товарам Такая, как, например, Яндекс.Маркет И, наверное, есть место для программы Которая занимается сравнением Поиска выдаваемого угла Мне кажется, вообще оба проекта Можно было бы использовать прямо у вас В группе компаний Хорошо, примеривайте это на себя А я хочу узнать мнение нашего генерального партнера Катя, вы с нами? Вы видели все, что здесь происходило? Конечно, Илья, спасибо большое Чем дальше, тем сложнее Каждый проект лучше предыдущего А эти два так совершенно невозможно выбрать Так что мы надеемся, что Максим Сможет сделать этот сложный выбор И решить, кто же из этих двух проектантов Самый достойный Ну, я думаю, что Максим Действительно может вынести свое Главное, финальное решение Итак, Максим, кто же тот счастливчик Кто пройдет через третий четвертьфинал? Я бы вкладывал свои деньги в честь Итак, победил проект Чойстер и Алексей Незовских А последний четвертьфинал всего через неделю Здесь, на телеканале Дождь Не пропустите С вами был Илья Пономарев До свидания Субтитры создавал DimaTorzok